Привет всем! У меня за окном еще темно и проснуться не на самолет в такое время это для меня настоящий подвиг. Но сегодня хочу поехать в одну интересную достопримечательность и туда лучше вставать пораньше, потому что это церковь, которая работает один раз в месяц, точнее работает вроде на несколько дней, но вот именно первого числа туда все приезжают, чтобы создать желание и если туда приехать поздно, то там уже стоит огромная очередь, поэтому будем добираться пораньше. Это такая весьма необычная достопримечательность, о которой даже трудно найти много информации в интернете, по крайней мере как туда добираться я вчера пытался найти около часа, потому что вроде где-то и адрес есть, но когда смотришь на google картах, то понимаешь, что никакой церкви там нет, но все же удалось найти, поэтому если вдруг кто-то захочет тоже туда добраться, то снизу под роликом оставлю ссылку на точную его позицию, ну а сейчас будем туда добираться. В общем пока жду открытие этой церкви, немного расскажу о том, что она из себя представляет, в принципе приехал сюда в 7, хотя она открывается в 8 утра и просто так считал, что в 8 если приезжать, то уже будет довольно большая очередь, не знаю, посмотрим как будет через час, но пока что тут кроме меня особо никого нет, хотя есть один чувак, который раскладывается с сувенирщиками и всяким таким, вот, но то ли люди еще соберутся, то ли просто карантин так влияет, или может просто кто-то натрендил в этих статьях и нет такой большой очереди к 8 утра. Так вот, я приехал в церковь одного дня или церковь ключей или еще черт пойми как ее тоже называют, очень много разных названий, при этом почему-то на google картах найти ее просто невозможно, нет такой точки, но действительно довольно много людей и много и там в инстаграме постов видел и там статей читал, что церковь есть, она работает, ну не совсем она работает только первого числа каждого месяца, вроде она работает и в другие дни, но именно первого числа нужно сюда приезжать, если вы хотите загадать желание. Как я понял, буквально через 5 минут церковь-то уже работала и работала она, наверное, где-то часов 7, поэтому то, что говорят, что она только с 8 открывается, это немного трындеж, можно приезжать чуть пораньше, все еще, конечно, немного просыпаются и сонные, но можно заходить и уже спокойно гулять по церкви, как раз пока еще нет кучи народу. Немного уже посветлело, на часах 8 утра я во дворе церкви, в очереди пока все так еще и нет, расскажу немного поподробнее, в чем суть церкви и что здесь надо делать, то есть да, вы здесь можете загадать желание, абсолютно любое желание и для этого вам нужно на входе в церковь купить ключик, вот так они выглядят, эти ключики, и потом, в принципе, определенность, как это обычно в религии бывает, теряется, тут каждый уже начинает делать по-своему, кто-то восьмерть этими ключами возле икон вводит, кто-то открывает какие-то воображаемые замки, опять же, этот ключик можно забрать с собой как талисман, какой-то сувенир, можно оставить возле иконы, тоже каждый делает по-своему, внизу еще есть источник с водой, с святой водой, как говорят, вы можете там купить бутылочку, тоже набрать ее с собой или просто умыться, вот, в принципе, сама церковь довольно небольшая, там ее можно пройти совсем быстро, если очереди нет, то есть приехать или пораньше, или вот в такой день, как сейчас, когда особо людей не наблюдается, но в целом очень интересное такое место, необычное и тоже и недоступное, что, в принципе, почему бы и не посетить. Только что тоже угостили сладостью, тут есть такая традиция, что если у тебя желание сбывается, то ты потом в следующий месяц с первого часа приходишь и всех, кто здесь есть, угощаешь сладостями. И действительно, пара человек было, которые ходили и всех угощали, что для меня вообще было странно, потому что, ну, даже если у меня сбудется желание, я захочу сюда приехать, раздать сладости, я не буду это делать в 7 или 8 утра, я приду попозже. И исполняется все желание. Вот, но, как бы, да, угостили конфеткой. Субтитры сделал DimaTorzok В целом, здесь все очень недалеко до метро, это, это, Халич, но по очень колоритным районам, конечно, нужно пройтись, такое все полуразрушенное, ветхое, но при этом довольно спокойно и очень много всех этих заведений, кафешек, очень интересная прогулка тоже. В общем, я уже немного отоспался, тоже несколько переварил поход сегодняшний в эту церковь, и хочу какими-то своими инсайтами немного поделиться уже, такими более сформулировавшимися. В итоге мне в целом это мероприятие понравилось. Не только потому, что я в непривычное для себя время проснулся и видел город таким, каким я его обычно нигде не вижу, но и в целом довольно прикольное место. Мне понравилось, что оно вроде бы известное людям, но информацию какую-то такую подробную о нем найти не так-то и просто. То есть, вот этот элемент некоторой недоступности, он приятен. Плюс то, что работает, пусть даже работает не только первого, но что все приходят туда в основном именно первого числа, это тоже необычно. Понравилось тоже, как внутри там все сделано. То есть, во-первых, весьма приятный, назовем это, мерч, да. То есть, вот эти вот ключики, которые они там продают, и бутылочки, да, в которые можно эту воду набрать, они, во-первых, приятно выглядят, да. То есть, тебе с удовольствием можно брать и в руки, и потом с собой куда-то забирать, как талисман или по-другому. И при этом коммерция, она не сказать, чтобы прямо такая уж агрессивная, как это часто бывает, вот с перебором. То есть, хочешь бери, не хочешь не бери, действительно все как-то очень мягко сделано. И даже вот, когда я выходил из этой церкви, я видел там батюшку, видимо, который тащил с собой просто, ну, огромных размеров пакет с этими вот ключиками. Думаю, там было несколько тысяч этих ключиков, и понятно, что, как бы, коммерция здесь тоже очень даже не чужда этому месту. Но оно все равно как-то сделано достаточно приятно. Сам ритуал довольно интересный, необычный, вот это вот, походить ключиками, покрутить. То есть, ты получаешь приятные эмоции, и, в принципе, такое вот событие, такой вот ритуал, который тоже доставляет тебе удовольствие. Тоже понравилось, что довольно лояльное отношение ко всем, то есть, ты можешь быть любой верой, там, конфессией, вообще не верить. Можешь прийти, там, попросить все, что ты хочешь, без каких-то ограничений на то, что вот это просить можно, это нельзя. Я, конечно, не сильно понимаю для себя, насколько вообще вера соотносится с тем, чтобы загадать желание, по-моему, это немного разные вещи, но не будем сюда вдаваться. В любом случае, сама идея довольно приятная, и, опять же, особенно если и погода хорошая, то сходить, там, съездить в эту церковь, очень хорошая идея, тем более, что она не попсовывает. Да, то есть, например, по сравнению с теми же мечетями, да, понятно, что мечети, они намного и красивее, и архитектурно интереснее, но, допустим, если берем тоже мечеть Султан Ахмед, то там бывал, наверное, если не каждый, то почти каждый турист, появившийся хоть на день в Стамбуле, об этом же месте знают немногие, но оно мне показалось даже более интересным. То есть, да, есть там мечети типа Сулеймания, куда точно стоит сходить, но вот по сравнению с такими совсем распиаренными туристическими местами, лучше отправиться в такое вот довольно аутентичное, необычное место и получить там свое удовольствие, свои эмоции. Посмотрим, насколько сбудутся мои желания, которые я загадал, я, конечно, буду рад, если они сбудутся, я не сильно верю, что это, конечно, как-то вообще может в любом случае быть связано с сегодняшним процессом, да, вот. Но, если сбудутся, то тоже обязательно об этом отпишусь. На этом сегодня все и до новых встреч, всем, всем хорошего дня, пока!